Всем привет! С вами IceVlux и это топ 10 лучших капитанов в истории футбола. Приятного просмотра! 10 место. Джон Терри. Вот уже больше 10 лет он капитан Челси и пока он в Челси у болельщиков синих нет никаких сомнений, потому что команда будет биться до последних минут. Защитник не щадит себя и требует того же от партнеров. Он стал капитаном национальной сборной Англии в 2006 году, а Фабио Капелло вообще ушел из сборной, когда узнал, что у защитника отобрали капитанскую повязку. Дел Пьеро. Мистер Ювент. 19 лет нападающий отдал старой сеньоре, 11 которых был капитаном. А главное, он не покинул родную команду, когда она вылетела во второй лиге, серия Б. Он стал лучшим бомбардиром серии Б и помог клубу вернуться в серию А. 8 место. Франческо Тотти. Тотти отказал Грандом и выбрал другой путь и стал легендой Ромы. И установил все возможные рекорды клуба. Форвард верил, что Рома может выиграть трофеи. И все же, мечты Тотти и фанатов сбылись. Клуб стал чемпионом серии А. Завоевал два трофея и стал лидерами капитана Ромы. 7 место. Стивен Джерард. Да, он совершил ошибку и ушел у себя в возможности поднять над головой чемпионских кубок. Но разве оно того стоило? Но Стивен не стал менее великим, ведь Терри тоже не забил пенальти в лиге чемпионов в финале. Но эти двое никогда не сдадутся. Да, у Джерарда столько же трофеей, сколько и у нас с вами. В общем, этот случай, когда трофеи, не значит ничего. 6 место. Рауль. В начале нулевых форварду передал повязку Реала из сборной Испании, не менее известный и легендарный Фернандо Эра. И вряд ли кто-то посчитал это неправильным решением. Стать лидером Галактикос, когда рядом с тобой играют четыре обладателя золотых мяча. И вести клуб к новым трофеям, сделать такое мог только легендарный капитан, легендарный испанец Рауль. Если кто-то поверит, что в Барсе только симулянты, то расскажите об этом Пуёле. Это Карлис Пуёль и это пятое место. В Барсе его слушались все. И даже Чегринский, и даже Месси. Он не раз получал травмы, серьезные травмы. Голеностоп, локти, колени. Но каждый раз возвращался на футбольном поле еще быстрее и играл еще круче. Четвертое место. Хавиер Джанетти. Легенда не только миланского Интера, но и сборной Аргентины. И за сборную, и за клуб он провел больше всех игр в истории. Образец трудолюбия. Джанетти играл до 40 лет. А когда болельщики выбегали на поле, Хавиер защищал их от стерков. Легенда Интера. Третье место. Оливер Кан. Голкипер перешел в Баварию из Карлс-Роя. И первое время болельщики Баварии его ненавидели. Закидывали бананами и обзывали гориллой. В ответ Оливер матерился без остановки. Не только на фанатов, но и на игроков. Жестко играл на выходах, но вскоре стал легенда и лучшим игроком мира. И ему все простили. Второе место. Рой Кин. Именно после перехода Кина, Манчестер Юнайтед оформил свой первый дубль в своей истории. Выиграл чемпионат и кубок. После этого в МЮ произошла смена поколений. И на поле стали заходить молодые Бэкхэм и Сколлс. Ну а соперники старались не играть против них грубо. Потому что знали, что через минуту ирландец Рой оторвет им ноги. В итоге МЮ стала лучшей командой мира. Первое место. Паоло Мальдини. 19 лет в основной сборной Италии и еще раньше в Милане. 25 лет в одном клубе. Конечно, были смены поколений черной полосы. Но тренеры знали, вокруг Мальдини могли организовать непроходимые обороны. Возможно лучший защитник в истории. 5 кубков в Лиге Чемпионов. Чего только стоят. Субтитры сделал DimaTorzok